здравствуйте сегодня речь пойдет о продукте германо-японской дружбы или может быть правильно сказать японо-германской но это не принципиально речь пойдет о проигрывателе немецкой марки глюндик который выпускался японской фирмой техник то время очень многие проигрыватели под германскими марками выпускались японскими производителями наверное это было выгодно обоим сторонам немцы получали проигрыватели очень высокого качества а японцы получали необходимое финансирование проигрыватель модель глюндик и с 4500 производился в восьмидесятом восемьдесят третьем годах прошлого века проигрыватель снабжен прямым приводом с кварцевой стабилизацией полный автомат прямой легкий тонарм оборудовался звукоснимателем аудиотехника t71t с эллиптической иглой некоторые технические характеристики из сервисного описания проигрывателя я разместил в описании к видео что интересно при наличии кварцевой стабилизации проигрыватель имеет также и стробоскоп ну я честно говоря не вижу особого смысла в тробоскопе кварцевой стабилизацией но наверное таково было требование заказчика или просто так было принято то время проигрыватель попал ко мне давно я уже не помню ни сколько он стоил не что я с ним делал но судя по тому что тонаром пускается очень медленно скорее всего я завинял смазку микролифте так как я очень люблю когда тонар мы опускаются медленно и стараюсь поставить смазку высокой вязкости внешне проигрыватель в очень хорошем состоянии из дефектов есть небольшая трещина на крышке иголка в рабочем состоянии наверно все же ее нужно поменять если вы будете эксплуатировать этот проигрыватель для прослушивания игропластинок но для демонстрации более чем достаточно ножки все четыре ножки сохранились в отличном состоянии пружины резинки целы все прекрасно фактически кроме замены головок я бы сказал больше ничего не надо для того чтобы эксплуатировать этот проигрывать этот проигрыватель унаследовал родимые пятна проигрывать или техник которые выпускались то время а именно крепеж крышки он пластмассовый и очень часто ломается значит вот у меня есть еще несколько моделей проигрывать техник с того времени с точно таким же крепежом и все они сломаны в данном случае как мы мать одно из крепежей крышки было треснуто и до меня его кто-то подклеил особенностью проигрывать ли техник является то что двигатель или точнее скажем так магниты двигателя закоплены непосредственно на диске вот так выглядит проигрыватель со снятой крышкой а вот так вот выглядит магниты которые закреплены прямо на диске в отличие от других производителей где прямой двигатель собран в едином конструктиве один просто одевается наш пинделе здесь собственно диска является ротором двигателя посмотрим органы управления клавиша включение отключение питания клавиши выборы скорости 33 45 переключатель размера пластинок он поддерживает три размера 30 25 и 17 сантиметров и клавиша старт-стоп что интересно несмотря на то что проигрывать или автоматический здесь нету клавиши повтора я не знаю по каким причинам мы не было сделано клавиши повтора но наверное такова была задумка производителя или приход заказчика давайте посмотрим как это работает значит включим питание выберем скорость 33 вот тут загорается диод размер пластинки 30 пустить в работу проигрыватели можно двумя способами первый способ ручной значит мы сейчас поднимем тонарм вручную подведем его на пластинку вот видите его диск начал вращаться и теперь опускаем тонарм в любой момент можно опять его поднять переместить куда надо снова опустить и так далее ну естественно проигрыватель оборудован автостопом сейчас мы увидим как это срабатывает я специально поставил грамм пластинку на конец сейчас она подъедет выходной дорожки и сработает автостоп вот сейчас выехала и вернулась на стойке тонарм опустился все воспроизведение прекращено мотор остановился теперь автоматический режим значит для запуска автоматическом режиме тонарм должен находиться в нижнем положении значит выбор размера пластинки 30 скорость 33 нажимаем кнопку старт-стоп сейчас тонарм поднимется наверх и пойдет на начало вот и теперь плавно опустится вниз вот значит то для того чтобы остановить воспроизведение в любой момент можно нажать кнопку старт-стоп тонарм поднимется и вернется на стойку и спокойно опустится и проигрыватель выключится презентации мы будем использовать вот такую вот гор пластинку hit 67 производства фирмы philips здесь записаны хиты 67 года в исполнении оркестра франка купера грампластинка выпущена в 1967 году соответствии законодательством российской федерации все фонограммы с этой грампластинки находятся в общественном достоянии на территории российской федерации и поэтому не нарушают ничьих авторских прав ну и в заключении как всегда а мы послушаем фрагмент грампластинки спасибо а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!